Мы находимся недалеко от поселка Лесной Первомайского района, а это несанкционированная свалка, которую несколько дней назад ликвидировали или рекультивировали, то есть просто закопали. На примере Первомайского района мы решили понять, куда увозят мусор с несанкционированных свалок, если конечно увозят. Эта свалка непростая, неисчерпаемая. Как говорят в администрации района, стоит ее убрать, как она появляется снова уже через несколько недель. Видимо, жители Бобровского сельсовета других путей не видят. А вот для мусора с этой свалки путь один – полигон твердых бытовых отходов. Санкционированный, конечно. Как говорит руководитель компании, которая эксплуатирует полигон Владимир Брайко, тут действует строгий порядок. Нас нанимают муниципалитеты, муниципалитеты нанимают, значит, и мы работу выполняем, так как мы в данной зоне обслуживания Первомайского района города Новоалтайска. По какому тарифу принимаются отходы с несанкционированных свалок? Несанкционированные свалки принимаются, как прочие отходы, по 405 рублей за тонну. На этот полигон поступает больше тысячи тонн отходов в год, и это только с несанкционированных свалок. Согласно данным, администрации в Первомайском районе ликвидируют от 10 до 15 таких свалок в год. Выезжают на места, изучают, определяют объем и способ ликвидации. После установления всех вот этих параметров администрация района выставляется конкурс на ликвидацию несанкционированных свалок, которые организуются на наших землях. Кто дает меньше, как говорится, финансовые затраты, тот и с тем заключаются прямые контракты. Изначально ответственность за упорку возлагают, конечно, на того, кто выкидывал, но таких установить чаще не удается. Например, найти следов на этой свалке, что расположено на несанкционированном пляже в Барнауле, невозможно. Кто-то первый оставил здесь пакет с отходами, и через несколько дней уже образовалась огромная куча мусора. К слову, в Троицком районе почти всегда такие свалки ликвидируют силами добровольцев. Стремление жителей Троицкого района помочь похвально, но в Министерстве природных ресурсов и экологии говорят, что вывозить мусор с несанкционированных свалок ТКО должен рекоператор, после того, как чиновники на местах закажут такую услугу и оплатят ее. Это ведь деятельность лицензируемая, то есть только либо рекоператор, либо субподрядчики, которые имеют договор с рекоператором и с лицами, которые на полигоне совершают деятельность. То есть если организация не рекоператора не связана с ним, юридическим договором, она не имеет права? Не имеет права. Но если на пляже копятся так называемые твердые коммунальные отходы, то на несанкционированных свалках рядом с селами, вместе с ними еще и строительный мусор, отходы с подсобных хозяйств и многое другое. Именно с этим и проблема. Ведь в норматив накопления ТКО пока включены далеко не все виды отходов. У нас сегодня не входит зола, у нас не входит другие отходы. Поэтому вот эти отходы, и сегодня люди, понимая вот эту еще, как говорится, безответственность, и свое нежелание в том, что и считают, что они данные отходы не сдают, везут их на несанкционированные свалки. Мы считаем, что нужно, надо в срочном порядке принимать решение, состав морфологических твердых коммунальных отходов увеличить. И я считаю, что после этого таких свалок не будет. Учитывать в нормативе накопления часть иных отходов значит освободить сельсоветы от лишней головной боли, то есть уборки территории. Скорее всего, несанкционированные свалки не будут расти в таких объемах. А пока муниципалитетам приходится придумывать дешевые способы. Если мелкие свалки, которые, возможно, произвести рекультивацию, то она рекультивируется, завозится земля, и непосредственно делается планировка земельного участка. Если свалки более масштабные, крупные, то мусор вывозится на полигон, который у нас находится на территории Первомайского района. Когда чиновники говорят рекультивировать и планировать земельный участок, имеют в виду засыпать мусор землей, не вывозить. Это, кстати, незаконно. Постановление правительства номер 800 описывает порядок рекультивации. Это очень сложная и дорогостоящая процедура, под которую зарывание мусора в землю точно не подходит. Но очевидно, закапывать мусор дешевле, чем вывозить на полигон. Однако такой способ не решает проблему и вызывает вопросы о влиянии на экологию. Несмотря на это, по данным Краевого Минприроды, в последнее время несанкционированных свалок становится меньше. Но все же новые не перестают появляться. Скорее всего, уже через пару дней на свалку рядом с поселком Лесной вновь повезут мусор. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...